всем привет и добро пожаловать на мой канал на нока манга комикс и сегодня будет распаковка манги в мягком переплете здесь у нас разные издательства но встретиться как вы видите одна книжечка в твердом переплете и и очень давно ждала эту книжечку я решила оставить на самый конец а пока давайте сами распакуем мангу в мягком переплете и начнем мы с создательства фабрика комиксов стомик когда придет автобус это сборник историй о молодых людях его я очень давно хотела себе приобрести в коллекцию но у меня никак это не получалось сделать когда я хотела себе заказать эту книжку то она к сожалению пропала из наличия и найти я ее не смогла и наконец я ее себе приобрела рисунок в манге довольно приятный как и сами истории если вы хотите отвлечься от больших тайтлов и почитать короткие истории то эта книжечка вам поможет следующая манга в мягком переплете старшеклассницы в свое свободное время я себе прикупила первый и второй том историю я уже прочитала и в целом она мне понравилась эти томики я себе оставлю в коллекцию пусть история не такая длинная но в манге было достаточно забавных моментов над которыми я лично даже посмеялась было очень интересно наблюдать за их жизнью затем какие ситуации они попадают в общем если вы хотите что-то комедийное легкое то я вам советую эти два томика к прочтению обложка второго томика мне нравится больше чем у первого она более забавная я так немножко посмотрела и заметила что фабрики комиксов достаточно много интересных историй с которыми я хотела бы еще познакомиться в ближайшем будущем пусть у меня так много манги от них есть но я бы хотела купить еще некоторые серии если я все-таки их куплю то я поделюсь с вами следующий манга в мягком переплете как избавиться от 100 друзей томик 1 от фабрики комиксов с этой историей я еще лично не знакома я только не наслышана поэтому предлагаю немножко посмотреть на рисунок совсем забыла сказать что вся манга от фабрики комиксов напечатана в уральском рабочем следом идет долгожданный третий том истории монстров от эксель-медиа мне кажется прошел год и они наконец выпустили запечатки 3 4 тома теперь я смогу начать читать хотя бы эту историю потому что без этих томов ну как-то не очень отпечатана мангов по ретро принт следующий четвертый томик истории монстров тоже от эксель-медиа мне даже не верится что 3 4 томик у меня в коллекции мне кажется я сплю уже выпущено 10 томов предзаказ на 11 я только получила 3 4 том вы представьте масштаб проблемы потребовался просто целый год для отпечаток следующий манга будет от издательства altcraft долой безделий 1 2 том манга я заинтересовалась не так давно я приобрела ее в самом магазине прогуливалась по читай городу увидела эти два томика и почему-то решила купить не знаю то ли у меня такое сильное доверие к альтграфу то ли мне понравились сами томики я пока не решила поэтому прочитаем увидим я видела что есть уже предзаказ на 3 4 томик данной манги но делать я его пока не спешу я не знаю понравится ли мне сама история или нет я думаю я с ней ознакомлюсь уже после этого видео и тогда я смогу принять решение хочу ли я собирать эту историю или же нет два томика отпечатаны в уральском рабочем и последняя книжечка в этом обзоре это маньхуа основатель темного пути от издательства бамбук это у нас твердый переплет я уже видела что есть предзаказ на седьмую книжечку я его уже оформила я очень рада что история моего любимого автора выпускается достаточно быстро сама маньхуа на мелованой бумаге краска не пришивит и очень интересная история если вы еще не читали не знакомы то я вам советую попробуйте почитать я уверена что вам понравится отпечатана книга в лд принты тираж составляет 25 тысяч экземпляров на этой ноте мы с вами прощаемся не забывайте подписываться на меня в телеграм канале ссылочка будет в описании а